63 миллиона рублей на поддержку кировских семей. Пенсионный фонд получил деньги на выплату антикризисных пособий. Это только первая часть. По 20 тысяч рублей из материнского капитала получат больше трех тысяч родителей. Это те кировчане, которые написали заявление в начале мая. Остальным деньги придут позже. Анна Мамаева расскажет, как получить антикризисную поддержку от государства. Юлия Старостина одна из первых в области получит 20 тысяч рублей от государства. Ожидает пополнения семейного бюджета уже на днях. Мама твоих детей еще в начале прошлого месяца подала заявление на получение части мат-капитала. Эта федеральная антикризисная поддержка семей оказалась очень кстати. Мы в этом году готовимся в школу. Мы провели ремонт в детской комнате. И вот как раз осталось только купить мебель для школы. И вот эти 20 тысяч очень нам помогут. То есть как-то вовремя, да? Вовремя все. Мы даже не ожидали. Это единственный законный способ обналичить часть материнского капитала. Тратить эти 20 тысяч можно на любые цели. Правда, необходимо подождать месяц. Именно столько пенсионный фонд рассматривает заявление перед перечислением средств. Это напрямую указано в законе, что средства можно получить только в том случае, если у родителей в отношении своих детей нет никаких противоправных действий. Ну, условно говоря, они не лишены родительских прав. Они не имели какие-то документы в милиции о том, что они в своих воспитательных действиях превысили свои полномочия по действующему законодательству. И так далее. Вот такие моменты именно и подвергаются проверке. Уже сейчас могут получить деньги родители, которые подали заявление хотя бы месяц назад. Остальных ждут специалисты пенсионного фонда. Программа антикризисной поддержки родителей продолжится до 31 марта 2016 года. Подать заявление на получение антикризисных 20 тысяч рублей можно не только в отделении пенсионного фонда, но и во многофункциональных центрах. Для этого нужно иметь при себе паспорт, полис НИЛС, сертификат на материнский капитал, а также номер банковского счета, куда перечислят деньги. Анна Мамаева, Алексей Юферев. Бюро новостей. Давиджа. Продолжение следует...